Предварительные итоги работы отрасли агропромышленного комплекса Тверской области за 2019 год рассмотрены на заседании регионального правительства. В каких сферах отмечена положительная динамика, а где надо усилить работу, обсудили представители власти. Об этом в первом материале выпуска. Хорошая динамика отмечена в животноводстве. В регионе выросло производство мяса. Прирост достигнут за счет увеличения поголовья свиней. В этом году суммарный показатель по производству свинины, мяса, птицы и КРС более 200 тысяч тонн. В молочном производстве также растут объемы реализации молока. Всего в 2019 хозяйствами региона реализовано 154 тысяч тонн. В прошлом году – 146. Также в этом году по сравнению с прошлым увеличились посевы зерновых и зернобобовых, а также льна в Бежицком, Торжокском, Молоковском и Бельском районах. По посевным площадям среди приграничных семи регионов, нечерноземной зоны, мы на втором месте после Московской области. По посевным площадям овощных культур наш регион на четвертом месте. Следующий слайд. Площадь зерновых и зернобобовых культур составила 74 тысяч гектар, картофель 14,2 тысяч гектар, льна долгунца 5 тысяч, овощей 2 и 3. В текущем году площадь зерновых и зернобобовых на 2,8 тысяч гектар больше 2018 года. Также увеличена площадь под льном долгом сом. Но есть и негативные тенденции. Игорь Удене подчеркнул, что не все муниципалитеты обеспечили прирост пашни в запланированных объемах. По словам главы региона, исходя из потенциала агропромышленного комплекса области, работа в этом направлении должна вестись более активно. И в большей степени это будет возможно при большем объеме ввода в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Главы муниципальных образований имеют установку более активно работать с введением в оборот земель сельхозназначения, которые до последнего времени использовались и в силу каких-то причин сейчас простаивают, потому что земля это главное средство производства для работников и вообще для сельского хозяйства. В целом в этом году господдержка развития сельского хозяйства Тверской области составила почти 2 миллиарда рублей. Ключевое направление – поддержка сельскохозяйственных предприятий. В 2019 году на стимулирование инвестиционной деятельности ВПК предусмотрены бюджетные средства в объеме порядка 1,2 млрд рублей. В следующем году будут доступны новые меры поддержки, причем федеральные. Начиная с следующего года нам выделяются достаточно крупные средства по новым, скажем так, ранее не задействованным направлениям. Это сельские дороги, это газификация на селе, это развитие водоснабжения на селе, это уже работа области, это медицина на селе и образование. Мы по-прежнему сохраняем свою позицию относительно повышения доступности образования медицины в сельской области. Отметим, что в региональном АПК в настоящее время реализуется и планируется к реализации 25 инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 57 млрд рублей, созданием более 3400 рабочих мест. Среди наиболее крупных проектов – строительство свиноводческого комплекса на 450 тысяч голов в год в Бежицком районе, животноводческой молочной фирмы на 500 голов в Калининском районе и двух свиноводческих комплексов и комбикормового цеха в Ржевском районе.